друзья всем большой привет снова у меня на столе новогодние ткани еще есть вот такая и вот такая эту подборку я собрала чтобы сшить гирлянду гирлянду с надписью с новым годом вот такой уже шаблон приготовила если честно засилие мэри крисмаса уже надоело хочется чего-то своего родного русского хоть я с удовольствием пользуюсь разными терминами пришедшими из английского языка но все-таки хватит уже мэри крисмаса давайте будем шить новый год и наше русское рождество ну в данном случае будем шить с новым годом здесь у меня все буквы для того чтобы составить эту фразу файлик я повешу внизу в описании дам ссылочку вы сможете себе скачать точно также распечатать я распечатала сразу на такой плотной бумаге чтобы было удобнее сделать шаблончики и обводить потом вот сами флажки у меня будут из вот такой красной ткани а тканью как видите меня тут желтые зеленые и вот такие светлые с рисунками то есть у меня есть еще и вот такая например красная но красная на красном не видно а вот такие цвета будут видны можно сделать вообще с разными цветами как вам угодно не обязательно этой гаммы придерживаться а я начинаю резать я здесь уже начертила флажки у меня по вот такому шаблону размер флажка в готовом виде будет 11 на 15 сантиметров из трех сторон у меня припуски по 7 миллиметров для шитья здесь нету припуска здесь будет у нас сгиб чтобы сэкономить ткань и время я отрезала полоску ткани в которую укладывается два флажка и так у меня по ширине укладывается 4 флажка то есть всего у меня получится 8 деталей и теперь я возьму еще сложу пополам вот так вот чтобы резать было удобнее и быстрее тоже складываю давайте начнем отсюда взяла большой нож чтобы удобнее прорезать четыре слоя ткани отрезаю и дальше нужно нарезать можно вот так положить шаблон и обвести или можно просто нарезать прямоугольники и потом у них отрезать уголки я наверное размечу сразу так будет удобнее вырезать все режу по разметке и теперь на каждой детальки отрезаю вот эти уголочки все это получилось у меня восемь деталей и за кадром я отрезала еще четыре то есть нам понадобится всего 12 вот таких заготовок и еще нам понадобится ну по крайней мере мне какой-то клеевой уплотнитель у меня это вот такой бязевый дублерин он плотненький и я буду укреплять им только одну сторону вот таким образом на шаблоне можем теперь срезать припуски и вырезать 12 деталек теперь из дублерина и наклеиваем их вот сюда по всем сторонам оставляя одинаковый припуск припуски мы не проклеиваем чтобы они здесь вот нам не создавали толщину потом когда мы будем выворачивать флажки стопочка флажков готова пока что отложим их в сторону и берем наш трафарет и вырезаем можно позвать детей если хорошо вырезают то попросить и их вырезать я разделяю на буквы и вырезаю по внешнему контуру вот с этой стороны все буквы вырезаны здесь нету буков потому что о и м у нас уже есть и дубли вырезать не обязательно и теперь нужно подобрать ткани так я беру свою стопочку тканей и раскладываю например это здесь у меня будет буква с потом можно взять какую-нибудь вот такую н потом вот такую о такую 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 так не д в с новым вот из этой сделаем и и например из желтой сделаем м на и для слова года все то же самое я сейчас возьму и от этих тканей отрежу просто по небольшому кусочку чтобы на него влезла буковка вот так в краешку экономно но немножечко с припусками вот так отрезаю так для всех букв вот что у меня получилось я сомневаюсь пока насчет вот этой ткани здесь есть красные участки и она может сливаться это и это но буду смотреть сейчас по ходу дела дальше нам нужно сделать эти буквы клеевыми я беру паутинку вот такая паутинка она продается на метраж в швейных магазинах кладу ее на коврик это коврик для выпечки они продаются в хозяйственных магазинах такие вот тефлоновые к ним ничего не прилипает можно взять силиконизированную бумагу для выпечки и теперь вот свои лоскутки накладываю на паутинку так влезет или нет наверное все не влезут придется делать еще один заход и вот этот тоже сюда закрываю второй половинкой коврика чтобы не испачкать утюг и проутюживаю просто ставлю и держу и с другой стороны еще на всякий случай чтобы паутинка хорошо расплавилась и прилипла на ткань поднимаю ту часть которая была сверху она частично приклеилась но это не страшно потом вот это все убирается просто вот так пальцами этот клей снимается видите и этот коврик очищается и становится как новенький так и вот эти кусочки я снимаю и теперь вот здесь у нас уже появился клеевой слой который хорошо приклеится флажку и мы сможем без проблем приклеить буквы и потом их на строчить лучше снимать когда прямо еще горячие тогда она лучше снимается либо можно использовать флизофикс это такой специальный материал на котором уже нанесен клеевой слой бумага с клеем на которой можно сразу нас начертить свои буквы нарисовать и вырезать но мы обходимся дедовскими способами так и второй подход сейчас я сделаю вот эти тоже приклею перед проклеиванием не забудьте сфотографировать в каком порядке у вас шли кусочки ткани чтобы потом не запутаться ну и теперь что мы делаем обводим все буквы так так я сильно чтобы не смешать все опять накладываем на лицевую сторону я буду обводить маркером можно простым карандашом можно и по изнаночной стороне обводить только тогда нужно и буквы перевернуть вот так лицом лицом к изнанке ткани я буду прямо по лицевой стороне посмотрю будет видно вообще или нет маркер маркер не видно простой карандаш видно хорошенечко обвожу лучше взять мягкий карандаш у меня только обычный школьный все тут плохо но видно на камере может быть не видно но мне нормально и я теперь вырезаю по контуру и так все буквы буквы все вырезаны я разложила их на флажки на самих флажках обязательно вот эту сторону с дублерином делаем верхней и здесь можно отметить примерно три с половиной сантиметра от сгиба провести линию вот здесь вот я провела тоненькую линию маркером и ориентируясь по этой линии приклеиваем буквы ну и соответственно здесь тоже нужно соблюдать центр если вы на глаз не можете сориентироваться то проведите себе линию еще поперек но я приклеиваю все приклеилось после того как все буквы приклеены настрачиваем их можно зигзагом или вот такой аппликационной строчкой сейчас покажу как я настрачивала на прямых буквах тут все просто если вот такие закругленные где буква в и есть вот такие маленькие очень диаметры тут нужно поставить ширину стежка помельче и проворачивать все время один стежок сделали повернули сделали повернули чтобы у вас вот здесь вот равномерно все распределилось выбираю строчку 34 длина стежка 26 ширина три с половиной это для вот таких ровных мест где прямые если буква закруглениями например вот как здесь буква в то для серединке нужно помельче поставить строчку чтобы там было аккуратно и красиво после того как аппликации выполнены складываем лицом к лицу и вот здесь по краю дублери накладываем строчку делаем закрепочку шьем 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 и здесь до середины доходим оставляем отверстие для выворачивания вот так выглядит уже простроченный флажок уголочки я срезала чтобы они не мешали когда мы вывернем и вот здесь еще можно сделать вот так по краю дублерина отвернуть припуск чтобы он шел прямо по торцу и с другой стороны вот таким образом просто и их вот так пальчиками прижать теперь выворачиваем расправляем нужно помочь себе чем-нибудь длинненьким так вот и здесь теперь хоть и помялась но все равно вот этот залом остался который мы пальцами пригладили и теперь нам будет легко вот это место еще поправим вот и здесь уже практически все готово теперь приутюживаем так и один уголочек не до расправила здесь стараемся сделать ровненько и вот после того как приутюжили я проложила еще отделочную строчку тройным стежком золотой ниткой такой же как пришивала аппликацию и пробила вот здесь в уголках петельки у меня есть на машине такая строчка которая делает вот такие кругленькие петельки можно пробить и обычные небольшого размера и я их вот так вот шилом портновским хорошенько продырявила чтобы образовались отверстия и в отверстие теперь я вдеваю вот такой сутаж на котором у меня будут висеть флажки вот таким образом и гирлянда готова здесь у меня уже надеты остальные сейчас наверное все не влезет вот так выглядит и вот так давайте посмотрим как это будет смотреться на стене можно украсить еще сверху какими-нибудь блестками пайетками бусинками пришить приклеить что-то я пока решила оставить так лаконично если захочется потом в дальнейшем можно добавить каких-то украшений в любой момент и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»